Братья-месяцы Ледяная наковаленка, как колокол, на всю округу слышно «Дон-динь, Дон-динь» – это Василий звонкие капели кует. По теплыми лучами мартовского солнца тает, подгорает снег на крышах. Вот и заладила капель. Когда-то об этом говорили так. Придет батюшка Василий-капельник, и зима заплачет. Считалось, что если на Василия-капельника много толстых сосулек свешивается с крыш, к урожаю зерновых. А длинные сосульки долгий лен сулили. А если на Василия дождь – быть мокрому лету. По обычаю, в этот день приносили в дом сосновую ветку. Считалось, что она очищает воздух в доме, приносит здоровье и благополучие. С Василия-теплого собирают сосновые почки и готовят из них целебные отвары. Чаще всего их используют при лечении простудных заболеваний. В этот день лечили детей от овечьей одышки – брюшной водянки, когда вследствие скопления жидкости брюшной полости у больного опухал живот. Естественно, что у таких больных начиналась сильная одышка. И чтобы вылечить захворавшего ребенка, мать 13 марта заворачивала его в овечьий тулуп и клала под порогом. После этого отец загонял в избу овец, а потом выгонял их обратно. Считалось, что овцы, проходя рядом с ребенком, забирают его болезнь на себя. 13 марта по календарю Якова Брюса, известного российского деятеля науки и военачальника, сподвижника Петра Первого, в этот день следует быть особенно осторожным. Уходя из дома, читали обереговый заговор, который защищал от всякого зла. В этот день примечали, если на Василия теплого длинные сосульки к долгой весне. Грач прилетел, быть лету мокрому, а снег сойдет рано. Солнце в кругах, жди большого урожая. Впрочем, до лета дожить еще нужно, да и до тепла настоящего тоже. А пока на Василия за дровами не съездишь, на печке замерзнешь. Огонь, в том числе и тот, который находился постоянно в печи, представлялся нашим предкам живым существом. Так же, как и человек, он ест, пьет и спит. При хорошем уходе он бывает добрым, ласковым и покладистым, но не дай Бог разгневать его. Тогда он может выйти из подчинения, спалить в горшках варева, обуглить хлебы, зажечь в трубе сажу и даже спалить датладом. Святотатством считалось плюнуть в печной огонь или залить его водой. По убеждению крестьян, у человека, совершившего подобные проступки, непременно должны были заболеть руки, а на губах и языке появятся плохо заживаемые язвы. Если кто-либо из домашних после расчесывания бросит в горящую печь собравшиеся на гребне волосы, то в наказании за это у бросившего будет долго и сильно болеть голова. Огонь в печи всегда зажигается с молитвой, а если при этом начинают ссориться между собой или громко разговаривать, то сказав с угаризной, «Угомонитесь! Огонь зажигают, а вы перебранкой занимаетесь! Огонь гневить — грех великий! Кабы беду не накликать!» И все сразу умолкали, «Ведь с огнем шутки плохи!» Чтобы внушить почтение к огню малым детям, взрослые рассказывали им такую нравоучительную сказку. Зажглись на чужом дворе два огня и стали между собой разговаривать. «Ох, брат, погуляю я на той неделе!» — говорит один. «А разве тебе плохо?» — спрашивает другой. «Чего хорошего! Печь затапливают, ругаются, вечерние огни затепливают, опять бронятся!» «Ну, гуляй, если надумал! Только моего колеса не трогай!» «Мои хозяева хорошие, зажигают с молитвой и гасят с молитвой!» Не прошло недели, как один двор сгорел, а чужое колесо, которое валялось на дворе, осталось целым. Так вот, пренебрежительное отношение, неведание происходящих вокруг вас природных процессов круто меняет жизнь и не в лучшую сторону. Берегите мир в себе, и вокруг себя, и мир позаботится о вас, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова